Привет, друзья! Сегодня у нас понедельник. Вот такой у меня скромный завтрак. Это типа крабовый салат. Ну, вкратце, если рис отварной, длиннозерный, яйца, в основном белки, крабовое мясо консервированное. Не путать с крабовыми палочками. Именно крабовым мясом. Банка кукурузы. И заправлено все сметаной. Тетипроцентной. И вот зеленый чай. Может быть, еще съем печеньку. Вчера делала печенье такие. У меня получились варежки загорелые. Но они на самом деле не там сильно подгорели. А это просто я добавила сушеный имбирь и корицу. Поэтому они получились такие коричневые. Обычно они из светло-песочного цвета. Вот. И сегодня я еду навстречу девочкой с сайта Дару Дар. Она отдает крышку от френч-пресса. У меня сломался френч-пресс мой. И вот я забираю у нее. И потом я хочу заехать к бабуле. У нее бы сегодня был день рождения. Поэтому я как-то долго планировала, собиралась. И решила, что сегодня вполне хороший день, чтобы заехать к ней в гости. До новых встреч. Я думаю, что, наверное, еще сегодня поснимаю. Так что пока-пока. Ой, привет, народ. Я уже пришла с улицы. Что-то я так и не рискнула пойти погулять. Потому что жутко проголодалась. Уже как бы обеденное время прошло. А я уходила из дома. Не обедала. Потому что как-то еще не проголодалась. С момента, как завтрак у меня прошел. Вот, в общем, пришло мне еще две посылочки. Я их уже открыла. Вот, на них буду завтра обзор делать. Еще одно извещение в ящике лежало. Так что завтра надо будет забежать, забрать посылку. Сегодня еще отправила последнюю посылку, которая участвовала в розыгрыше. В общем, вот, тоже на почте какой-то вообще дурдом творится. Народу просто мега много. Ну, Новый год, это понятно. Все дарят подарки, отсылают посылки. Ну, у работников почты зависает компьютер. Это... Причем очередь тоже стоит более 10 человек в одно окошко. И никто даже не шевелится. Все операторы так. Все очень медленно, размеренно, не торопясь. Как будто вообще мир вокруг остановился. Вот, в общем, я простояла полтора часа, пока ждала свою очередь. Вот, в итоге, в общем, посылку отправила. Завтра с утра сбегаю и заберу третью, которая мне пришла такая. Вот. Завтра же буду на них обзор сразу снимать, потому что как-то у меня все это залеживается очень долго. Вот. Что еще? Сейчас буду редактировать видео. Кстати говоря, хотела сказать, что в понедельник, вчера, когда ездила к бабушке на кладбище, я решила там не снимать, потому что как-то мне почувствовалось, что этот процесс весь вот этого общения, как бы, не знаю, духовного, что ли, общения, он какой-то такой интимный даже, может быть, ну, личный. И я не была готова этим делиться, поэтому я решила там не буду снимать. Вот. Завтра, если пойду в парк, в парк поснимаю, хочу все-таки прогуляться пару часиков. У нас лежит воздух, тем более погода красивая уже. Кстати говоря, когда ездила к бабушке, встретила по дороге старого знакомого, тоже работали вместе в театре. Кстати говоря, Коля, если смотришь меня, тебе пламенный привет от Рифата и пожелание удачи и счастья в новом году. Вот. Так что он привет тебе передает. Вот. Приятно пообщались тоже. Человек сейчас работал на птицефабрике, потом тоже там по сокращению попал, сейчас прохлаждается. Ну, тоже отдыхается в поиске, как бы сидит дома, ничего такого не подворачивается пока. Вот. Приятно поболтали минут пять просто. Вот пока он к метро шел, а я в обратную сторону от метро. Ну, привет-привет, как дела, какими судьбами, там. В общем-то, приятная встреча такая неожиданная была. И тоже какой-то даже мне показалось, что в этом какое-то, не знаю, заложено, как сказать, судьбоносное, что ли, это какая-то встреча была. Или даже не судьбоносное, а она была предначествована, как будто бы, или не знаю, или не предначествована, а как будто бы она... Она все равно должна была быть и должна была своим вот этим вот свершением что-то изменить для каждого из нас. Вот. Мне кажется, что что-то изменилось все-таки я. Во-первых, я была приятно удивлена, что, ну, увидела человека просто где-то в Москве, в городе, с бухты-барахты, мы это не планировали, просто случайно встретились. И потом, то есть я была такая немножко напряженная, ехала туда, взволнованная какая-то такая вся в себе. Встреча меня немножко расслабила и как-то направила на положительный лад, наверное. И когда я уже приехала к бабушке на могилу, мы немножко поболтали, побеседовали, и мне стало легче. Если помните, я вам говорила, что ее уход из жизни на мне отразился очень негативно, и я очень тяжело это все переносила. Вот. Но я чувствую, что вот эта вот моя поездка, она встала свои какие-то плоды, то есть мне немножко стало легче, и я немножко, как бы, облегчила свое пребывание на земле. Смысл жизни ко мне, конечно, еще не вернулся, но я стараюсь скрасить его ожиданиям, какими-то положительными моментами в жизни. Вот. И, в принципе, мне кажется, что эта поездка, она, ну, была полезна мне, и мне немножко полегчало, мы пообщались. У меня в церковь зашла. Вот. И потом, кстати, когда я поехала уже в суд, тоже неожиданная, то есть я уже такая на легке, уже мысли, как бы, более положительные, какие-то такие легкие, я приехала в суд и встретила там совершенно тоже неожиданного человека, моего преподавателя, бывшего из лицея, тогда еще сейчас это называется колледж, вот уже сколько, ну, много лет прошло, лет 12, наверное, если даже нет, больше, что вроде 10 или 6, 16 и 4. Да, 20 лет уже. Сама не ожидала. Ну, мы, конечно, виделись и там на 4 курсе, ну, можно сказать, что 16 лет прошло, вот, с момента последнего общения, скажем так. И тоже было неожиданно, то есть я зашла, поздоровалась, там, даже, нет, не поздоровалась, я зашла, как бы, увидела сидеть женщину и спрашиваю последнее, она поворачивается ко мне, такая, здрасте. И я так смотрю на нее, что, типа, что-то знакомое, здрасте. И потом до меня дошло, что знакомое. То есть я зашла знакомое, и, в общем-то, было тоже неожиданно увидеться в таком неожиданном месте. Вот, мы тоже немножко поболтали, кто чего. Она по-прежнему работает в колледже уже, ну, он раньше лицей назывался, сейчас колледж называется. Но она уже не каждый день там, а только по выходным. Вот, и в связи уже с возрастом ее оттуда вытуривают, просят все-таки уже по возрасту идите, отсюда идите, освободите место. Вот. Ну, там спросила, пригодилось ли мне в жизни швейное дизайнерское образование. Вот, ну, так мило поболтали, и все, как бы уже потом меня вызвали в кабинет, и потом она уже пошла в кабинет. И, как бы, мы разминулись, и все, попрощались, в принципе. Вот, неожиданное такое, неожиданные встречи были у меня вчера просто. И, как-то, они эти все встречи, даже встречи с бабушкой, ну, как встречи, вроде, как, то есть, мой визит к ней, да, все эти три, как бы, три встречи, назовем их так, они все на меня очень положительно повлияли. Мне кажется, что что-то во мне изменилось, я пока просто еще определить сама не могу, чего именно изменилось, но грустить я точно стала меньше. Вот, и... Ой, сейчас буду редактировать видео, выложу парочку. У меня на следующей неделе просто полный завал, и снимать и выкладывать видео вряд ли получится, поэтому на этой неделе я выложу больше видео, чем планировала. То есть, это два или три видео еще выйдет, помимо того, что вышло вчера, в понедельник. То есть, вот, и... Да, и сегодня утром я уже выкладывала, то есть, нет, не в понедельник, а именно вот то, что, кроме того, что сегодня утром я выкладывала видео с обзором на статив, вот, помимо этого выйдут еще несколько видео, я думаю, что три, а то, может быть, и четыре. Это, как бы, связано с тем, что на следующей неделе у меня не получится вообще, наверное. У меня просто голова будет задито совсем другим вопросом, вот, который для меня очень важен, и мне нужно его решить. И желательно, чтобы он был в мою пользу. Вот, но обстоятельства, как бы, складываются так, что не все, не все, что мы планируем, может совершиться так, как мы это планируем. Вот, в общем, надеюсь, завтра, на позитивной ноте надо остановиться, завтра пойду на почту, заберу посылку и пойду в парк, погуляю, поснимаю вам эту красоту божественную, которая там сейчас происходит. Там огромные хлопья падают, и я проезжала, когда здесь ехала на автобусе, вот, именно в парке, как бы, на улицах не так это заметно, а вот в парке просто вот, все деревья, как в сказке, заснеженные, там, белые веточки. Очень красивые, что удивительно, в парке никого нету, поэтому завтра днем, даже, может быть, до обеда, я позавтракаю и пойду в парк. Так что, до завтра покажу вам природу. Пока. А, ребятки, наверное, будет не видно, у нас опять авария. Ну вот, на остановке троллейбус и две машины не поделили дорогу. Одну машину вообще развернула поперек дороги, вот она стоит. Выстроилась уже очередь до следующей остановки с троллейбусов. Вот, объезжают, все это дело только по одной полосе, по крайней левой. Могут идти только автобусы. Как обычно, я всегда говорила и не устану повторять, у нас здесь Бермудский треугольник. Поскольку он тут и есть, треугольник, только еще Бермудский. И, кто не видел мои прошлых видео с авариями, это у нас здесь уже за этот год шестая авария. Видали, сколько там транспорта? Жуть. Продолжение следует... Продолжение следует...